Достоевский в романе Достоевский в рамках его воли А потом от этого как-то отхожу То есть, если я способен обмануть Творца Резко скажу, наплевать на его волю То, прости меня, я делаю все, что угодно с остальным миром И кто передо мной стоит президент, премьер Кто-то наставник какой-то Неважно, если я Богу могу сказать Уйди, дав ему при этом обет То тогда о чем речь? И вот теперь задается вопросом А почему это возможно? Как форма? Как возможна измена Богу? Сознательная И ответ тут может только один Это лицемерие Вот это та страшная форма лжи Которая помогает человеку Обойти любые духовные препятствия Лицемерие Это та черта Которую спаситель обличал С особой беспощадностью Придя в мир, он прощал даже убийц Блудников Разбойников И только одной категории людей Грешников, лицемеров Парисеев Он не давал даже оправдаться Он обличал их очень гневно И вот давай посмотрим Прежде современную форму лицемерия Как удается людям Опираясь на двойную мораль Заведуемую ложь Выдавать за истину и за правду Это действительно так Они понимают, наверное, к глубине души Что говорят ложь Но вот на волне двойных стандартов Выдают ее за истину И тем самым оправдывают все свои действия Попробуем вот сейчас разобрать На неком примере Вот недавно совсем Вышла передача Никиты Сергеевича Михалкова «Бесогон» Там как-то называлось Если не мы, то нас О чем говорил Никита Сергеевич? О том, что в стране Надо навести уборку Что недопустимо Делать то, что делается Ну вот прямая линия с президентом Два миллиона вопросов На хозяйственную бытовую тему Как он говорил, президенту ведь Надо заниматься массой дел Внешней политике Обороноспособности Глобальными задачами Почему мы доставляем нашего лидера Заниматься вот такими мелкими Хозяйственными делами? И вот это вот уже форма лицемерия Ответ может быть один Потому что ему это нравится А если бы он не нравилось Он, наверное, бы поставил таких губернаторов Которые бы все решали И знаете, потом вот эти зеленые папочки И вот этот эпатаж Эта чванливая спесь Самодовольство Самовосхваление Которое присутствует При всем этом Оно вызывает в духовном плане отрыв Как это вообще возможно? Но если приходит там В какой-то области 200 тысяч жалоб На хозяйственную тему Ну убирайте губернатора Зачем тогда он там сидит? И все просто ведь, да? Но вы поставили людей Которые ничего не делают И на их фоне блистаете И вам, значит, это нравится Вот это крайняя форма лицемерия Неужели Никита Сергеевич Что-то не понимает? Думаю, понимает Но боится сказать прямо Это вот наша интеллигентская, да? Как-то вот завуалированная А вот мы Надо что-то сделать И вот дальше он Он же верующий человек Он ведет свой бесогон На фоне икон И говорит о своей вере И далее он говорит о том Что вот надо Работать прямые законы И заставить губернаторов Жить по этим законам А контролировать Кто может Ну хоть Росгвардии Или кто-то Это верующий человек Он не говорит о том Что надо вернуть Бога В души людей В семьи В нашу непосредственную жизнь Живого личностного Бога Он этого не говорит Он должен быть политкорректен Он очередной раз призывает Построить рай без Бога Мы уже 70 лет Пытались сделать это При советской власти Абсолютная власть была И что? В чем мы пришли без Бога? И вот результат сегодня, да? Верующий человек Говорит о том Что надо Опять навести Некое подобие порядка Убрать страну Без Бога Он сегодня понимает Что это крайняя форма лицемерия Вот вся наша интеллигенция здесь И повторяю Они так это ловко уделают Что хочется иногда сказать Ну почему вы считаете Нас совсем глупыми-то? Ну что, не видим что ли Что вы лицемерите? Но если могут лицемерить Первые лица И культурная элита То ну а что остальным-то людям ждать? Ну пойдем дальше Вот Совсем недавно Вот была эта линия президента Прямая Ему задали вопрос Ну что, какой совет Вы дали бы своим внукам Исходя из вашего воспитания И он ответил Не врать Я сказал А самая высшая форма лжи Это лицемерие Вот выше нет Самая страшная форма лжи Это лицемерие Ну давайте посмотрим Вот Как это проявляется В данном случае Это лидер, да? Вот так говорит Открыто, публично Вот он поставил задачу Министру образования Васильевой Вернуть наше образование Там из Пятого десятка В первый десяток То есть Чтобы наше образование Вернулось На свои высоты Ну и скажем Прямо совсем недавно 20-25 лет назад У нас было лучшее образование В мире Мы были лучше Страна с лучшим образованием И средним, и высшим И вот теперь Как-то мы оказались Там на 52-м месте Или каком-то ином И ставится задача Вернуться обратно У меня хочется спросить А почему мы там оказались? Почему мы не рассматриваем А почему мы там оказались? Где гарантия, что мы После наших реформ На 105-е не упадем? Будь нельзя же Не проанализировав ошибки Подниматься снова вверх И что? Давайте посмотрим Вот эту запредельную ложь Нашего лидера Если мы скажем честно То вот за время управления Почти 10 Даже больше лет Министром образования Были два человека Господин Фурсенко И его верный продолжитель Господин Ливанов Господин Фурсенко Открыто Не скрывая Сказал Придя к должности Министр образования Советская власть Воспитывала личность Мы будем воспитывать Первоклассного потребителя Это было произнесено Открыто И как цель Он поставил И отлично справился За 12 лет Они воспитали Первоклассного потребителя Но при этом Уровень образования Упал На 52-е место Теперь поставили Другую Ну русскую женщину Кто же надо будет Спасать-то Как всегда Но при этом А где господин Фурсенко? Он как-то Не точно его наказать Но как-то обличить Сказать Вот смотрите Что вы сделали С нашим лучшим В мире образованием Сегодня он Советник Президента По вопросам Науки И образования Как такой человек Может быть Советником президента? Куда же Как мы будем Поднимать образование? Если у тебя в советниках Сидят люди Уронившие Это образование Пропасть Сознательно уронившие Несошибочные Ладно Ошибались Они сознательно Это сделали И вот я Видя все это Когда меня Учителя спрашивают А как это возможно? Я разложу руками Это лидер страны Который говорит Что главное не врать И одновременно Вот этой двойной моралью Лицемерить перед всей страной И он Казаков считает Что мы ничего не понимаем Или мы ничего не видим Пойдем дальше Вот Я уже как-то говорил Но повторюсь Что вон он В Артеке Когда у детей Спросили Какую черту характера Вы больше Цените Руководители Помнишь Он ответил Порядочность И когда я попытался Среди студентов Спросить Кто такой Порядочный человек Выяснилось Что 15 человек 15 мнений Более того Мнения порой Были противоположные Ну к примеру Там была задача Вас пригласили Участвовать в проекте Вы подписали контракт И через какое-то время Выяснили Что контракт Греховный Грабительский Ваши действия И были люди Которые писали Я срочно Уйду из проекта А были и такие Которые сказали Поскольку я подписал Как порядочный человек Я должен дойти до конца Когда Путин говорил Наш президент О том Что он ценит порядочность Какую порядочность Вот их 15 порядочностей Что за лицемерие Такое Вот общие слова Мы не договорились О терминах А что такое Порядочность А что такое Патриот 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 считающийся Явлинский Зариновский Зюганов Ну Ну Считают И что А кто из них Патриот Какие Для государства Черты характера Этих патриотов Ближе Роднее Опять ничего Не сказано И вот повторяю Это запредельное Лицемерие Постоянное Оно просто Развращает людей И вот сегодня Мы видим Что Чтобы люди Ни о чем не думали Теперь Вот нам Хлеба и зрелищ Да Я говорю Лозунг Который исповедует Наша власть Мы Уже 20 лет Живем Без идеи Но она Мы не положены Согласно нашей Конституции То есть Армирилом Нравственность Является Уголовный Кодекс Мы это Говорили уже Неоднократно Давай повторим То есть И вот Эти люди Государственная Дума Совет Федерации Они занимаются Нужными Важными Делами Принимая Законы Что такое Закон Закон нужен Там Где есть Область Безнравственности Где люди Нарушают Какие-то Нравственные Нормы И чтобы Они этого Не делали Рождается Закон А почему Собственно Они нарушают Нормы Почему Происходит Нарушение Норм Потому что Нет воспитания Потому что Невозможно Воспитание Сегодня Ни в школе Ни в институте Нигде Поскольку Нет Нравственного Кодекса Который Испойдет Государство Вот с этой Повторяю Дикой морали Уголовного Кодекса Государство Существует Уже 18 лет И нам Постоянно Что-то Говорят О традиции Говорят О воспитании Говорят О патриотизме И при этом Или Ихидно Улыбаются Или считают Нас действительно За недоумков Я уже не знаю Как их говорить Давай поговорим О самом страшном О том Что тщательно Обходится Но уже Оно вышло На поверхность И молчать Об этом Действительно Просто больше нельзя На прошлой Прямой линии Президента С журналистами Был задан вопрос Что мы собрали Миллион подписей Против операции аборта В системе ОМС Подчеркнув В системе Страховой медицины Мы не ратуем Вообще за запрет Но мы говорим Что-то государство Не оплачивало Государственных больниц Государственных врачей За государственный счет Вот эту операцию И что ответил Наш лидер Он сказал Вопрос сложный Во всех странах мира Эту операцию делают Поэтому надо думать Надо решать Сразу подходить нельзя И хочется спросить Ну тогда Не позиционируйте себя Как православный человек С точки зрения Канонов православия Это убийство Польшое зачатие ребенка И он не родился Почему это могло произойти Либо замершая беременность Либо убийство аборта Если женщина родит И убьет Ее тот же посадят в тюрьму Потому что убивать нельзя А вот если трехнедельного Убили Это оказывается можно Так Господин президент Вы определитесь Если это не убийство Не ходите в церковь Не прикладывайтесь к мощам Не целуйте иконы Зачем вы это делаете? Зачем вы лицемерите? Если это для вас не убийство Потому что мы-то За аборты Отлучаем От причастия На долгие годы Больше десяти лет Потому что это действительно Страшный грех И вопрос Наше отлучение Наше причение Это грозное предупрежение Матерям О том что когда Ваша душа Рассанется с землей И пойдет в тот горний мир Вы встретите невинный Детский взгляд С вопросом Мама за что? Эту встречу не избежать Это страшное испытание И когда Порой женщина осознает Уже в пожилом возрасте Что она натворила Жизнь превращается в пытку И чтобы этого не было Мы говорим о том Что не смейте делать это Не смейте Это убийство Государство говорит Нет это не убийство Ибо она узаконила Эту операцию И давайте посмотрим У нас же в думе сидят Крещеные люди Которые сорвали голосование По закону о запрете абортов Просто не явившись На заседание Вот это вот Знаете Такая староусильная политика Лицемерие А если Бога нет То все позволено Вот Мы живем именно Вот в это Страшное время Если за эфилемские младенца Ирод был наказан Страшно Я говорю Неужели вы не боитесь Что вы будете наказаны Не только за соучастие В этой операции А за поощрение За узаконивание Этой операции Все И Дума И Совет Федерации И все эти Правительства Все эти премьер-министры И прочее Как можно Убийство Узаконить И говорить А что делать А что делать Везде это делают Так не везде Православие Исповедует В отличие от нас Под тобой Видела с вами Удивительная страна Я совсем вот Недавно Слышал Мнение одного Израильского Политолога По-моему Господин Кедми Сказал Что Россия Это антиимперия Она Укрепляла Позиции Окраин За счет центра То есть за счет То что не додавала Русскому народу Укрепляла свои окраины Если все империи Грабили окраины То Россия Наоборот Отдавала окраинам Сама Живя более скромно Почему она Загделала Потому что Она была православной Потому что Православие Привела удивительно Жертвенную любовь К ближнему А вот то Что происходит Сегодня Это одна фраза Если Бога нет То все позволено Для этих людей И в Думе И в Совете Федерации И в наших аппаратах Правительства Президента Верующих людей Нет Потому что Если они были Они ушли оттуда Они бы не стали Узаканивать то Что происходит А как это можно Почти Я не знаю Там миллион Или полтора миллиона Или сотни миллионов Абортов В год Это считается нормально Вифрианские Современные Младенцы Вопьют к нам А мы молчим Я говорю Ну да коли Хватит Хватит лицемерий Если мы думаем Что это лицемерие Ну как-то вот Мы найдем Левый черный ход Царца Божия Это напрасно Мы все будем отвечать За это Все Как народ Который молчал Молчанием предается Бог Сколько можно Знаете батюшка Долго в общем-то Молчали Я не надеюсь Что и сейчас Мы будем услышаны с тобой Давайте по крайней Обострим проблему Скажем честно Для этих людей нет Бога Это те фарисеи Древнееврейские Которые сегодня Тоже во власти Я имею ввиду Спасим Взглядом духовным И Бога нет То все позволено Для них Бога живого нет Для Бога некая функция Которые Которые должны помогать им В их бедах В их напастях В их удержании власти Но не более того И поэтому Вот такая грустная Нота Сегодня звучит Потому что Люди надеются Люди ждут А нам обещают Опять некий рай Без Бога Вот сейчас Пенсионная реформа О которой много говорят И вот знаете Очень логично говорят Почему ее надо делать Ну нельзя Потому что дальше Там идет провал Бюджетный Финансовый И это Ну вынужденная мера Да плохо Но это вынужденная мера Обрати внимание А почему это стало Так необходимо Где анализ А почему мы дошли До жизни такой Что приходится Повышать пенсионный возраст Кто виновен в этом Не с целью расправы Но если есть Конкретные виновники Пусть они уйдут из власти Пусть они тогда Не управляют нами Опять лицемерие Нет нам всеми силами Говорят Ну вот смотрите Вот все Здесь дра в бюджете Нечем платить И вот тогда И так далее И так далее Вот в 30-х годах Когда принимался Эта реформа Был один А сейчас другой Так жизнь вроде Должна улучшаться Вы живете в богатейшей стране У вас богатейшие Полезные ископаемые Вам все дано И вы довели до уровня Что надо ухудшать условия И говорите Никто не виноват Ребята Смотрите Мы честно вам показываем Что дальше будет еще хуже Почему вы довели нас До такого состояния Ответ один А Бога нет Тогда все позволено Давай на этом Вот и закончим Это Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok